В 43-е заседание Брянского городского совета народных депутатов началось с согласования кандидатуры Сергея Антошина на пост первого заместителя главы городской администрации. Надеюсь, что с приходом его в Брянскую городскую администрацию все будут работать еще более четко на благо нашего любимого города. Следующий вопрос – согласование кандидатуры Станислава Кошарного на должность заместителя главы городской администрации. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Один из ключевых вопросов повестки – реализация городского бюджета в минувший год. Бюджет города Брянска традиционно является социально ориентированным. Более половины расходов бюджета, 57%, направлены в 2022 году на расходы социальной сферы. Наблюдается тенденция роста к уровню прошлого года и всех социально значимых расходов бюджета. Так, расходы на заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы выросли к уровню прошлого года на 13,8%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доход городской казны увеличился на 27% и составил более 16,5 миллиардов рублей. Расходы возросли на 33%. Средства направлялись на капитальный ремонт кинотеатра «Салют». Построено каркасно-модульное сооружение и навес для трибун для МАУ «Спартак». Была приобретена дорожная техника для МБУ «Дорожное управление» и спецтехника для Брянского городского водоканала. В текущем году бюджет города будет увеличен. В 2023 году доходы прогнозируются 17,25 млрд рублей, расходы 17,711 млн рублей. Еще в пяти школах установят мемориальные доски героям СВО. От председателя комитета по управлению имущественными и земельными отношениями городской администрации поступило предложение принять в муниципальную собственность земельный участок площадью 29 тысяч квадратных метров на территории бывшего аэропорта. Там планируют построить школу. Александра Савельева, Виктор Левченков, Брянск.